Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ! Мы рады приветствовать вас в нашем муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Сегодня на пресс-конференции мы вновь вернемся к теме закупки продуктов питания в Департаменте образования и науки молодежи и спорта Горсовета. Проанализировать эффективность проведенных тендеров по закупке продуктов питания выразили желания депутаты Запорожского Горсовета. Елена Георгиевна Галкина, Олег Борисович Германюк и Виталий Владимирович Рябцев. После того, как в прессе стали появляться статьи о некачественных продуктах питания, депутатами была инициирована инициативная группа, которая будет заниматься этой данной проблемой и изучать, какие же на самом деле продукты завозятся как в дошкольные учреждения, так и в школы. Договор, который был подготовлен на этот тендер с поставщиками продуктов питания, был увеличен с двух до двадцати страниц. В новом договоре прописаны штрафные санкции для поставщиков, которые привозят либо в детский сад, ну, больше даже по детскому саду некачественные продукты. И если же такой случай имел место, то по договору поставщик обязан заменить эти некачественные продукты в течение часа. Если в течение часа замена не будет произведена, тогда поставщику накладываются штрафные санкции. После проведенных нами проверок в несколько дошкольных учреждений были жалобы, как от заведующих детских садов в дошкольных учреждениях, так и от работников кухни, о том, что поставляются некачественные сосиски, при варке которых вода разовеет, которые при варке они разваливаются. Также шли жалобы на сомнительного производства масла, по виду похожего на спрет. Также были жалобы на творог, который был суховатый. Очень много жалоб было на рыбу, путасу, которая очень маленького размера, в которой много костей. И на приготовление этой рыбы уходит очень много времени, потому что рыба маленькая, очень костлявая. То, что поразило из проверок, что из этой рыбы нельзя сделать кусочки, какое-то филе. Рыба приготовляется только в виде котлет, либо же то, что мы увидели в одном из детских садов, это была рыбная запеканка под буряком. Это не очень вкусно на самом деле, такое сочетание. Но, к большому сожалению, из этой рыбы ничего больше нельзя было сделать, так как рыба костлявая, маленькие дети не в состоянии просто повыбирать остатки этих костей, которые могут при приготовлении на кухне все-таки все не выбраться. Овощи не самого лучшего качества поставляются. Это проросшая картошка, проросший лук, капуста не самого лучшего качества. В одном из детских садов нам сказали, что поставщик завозит овощи всего лишь раз в месяц. То есть капуста, которую привезли раз в месяц, естественно, при хранении она все равно теряет свой внешний вид и портится. Далее, что мы увидели при проверках, что масло действительно упаковано в какие-то картонные коробки, которые без маркировки производителя опечатаны скотчем. И находится оно там в пакете, в целлофане, который, опять же, не герметично закрыт. По виду масла это или спред, ну, трудно сказать на самом деле. Мною и коллегами была инициирована проверка этого масла в условиях лабораторных, но, потратив полдня, мы обратились в санстанцию, узнали, что качественный состав продуктов санстанция предоставить не может по результатам лабораторных исследований. Далее мы обратились в службу стандартизации метрологии с просьбой проверить сливочное масло. Но на самом деле, чтобы проверить то ли масло, то ли колбасу, то ли сосиски, там как минимум должна быть либо пачка масла, минимум 200 грамм, либо же это колбаса, которая должна быть палкой, а не небольшой кусочек, который могут предоставить в детском саду. Проверить в лабораторных условиях нам так и не удалось эти продукты. Директора и заведующие, они не знали, как с этим бороться, когда поставляются некачественные продукты в дошкольное учреждение. Уже после нескольких проверок Департамент образования разработал некую информационную технологию, которая была предоставлена всем территориальным отделам образования. А территориальные отделы образования, в свою очередь, проинформировали заведующих детских садов и директоров школ о процедуре отказа о некачественных продуктах питания. Были предоставлены акты, которые заполняются в случае невыполнения поставщиком своих обязательств. На сегодня могу сказать, что таких актов составлено очень мало. По какой причине они не составлены, это тоже вопрос. По улучшению качества продуктов питания отзывы тоже есть. Говорят, что все заведующие детских садов, которые мы посещали, все работники кухни в один голос говорят, что питание улучшилось в лучшую сторону, что есть положительные стороны, абсолютно другое масло стало завозиться, овощи и фрукты более лучшего качества, рыба, не путасу, а хек либо ментай. Но если мы говорим на сегодняшний день о том, что это улучшения какие-то, это не улучшения, это то, как должно быть, как изначально должен работать поставщик, который выиграл тендер. Изначально завозить в детские сады и в школы качественные продукты, чтобы эти сосиски не разваривались, чтобы заранее проводилась экспертиза этих продуктов, которые везутся в детские сады. И только после этого продукт поставляется на следующий день. Департаментом образования в договоре для фирм-поставщиков прописаны рекомендуемые проведения лабораторных экспертиз, но соблюдает их поставщик или не соблюдает, это остается просто на его ответственности. На сегодня изначально перед поставкой продуктов питания ни одним поставщиком такие лабораторные экспертизы не были проведены. Поэтому на сегодня департамент об образовании и каждым учебным заведением созданы в присадах и пришколах так называемые брокеражные комиссии, в которых входят работники учреждения и инициативные родители, которые имеют при себе медицинскую книжку, халат, шапочку, бахилы, и могут находиться как на кухне, так и обязаны при приемке самих продуктов питания проверять надлежащее качество этих продуктов. Как сегодня работают брокеражные комиссии, мы узнаем. Но то, что мы видим по последним проверкам, чистота некоторых пищеблоков в школах и чистота оборудования, предоставленного организаторами питания, она просто поражает. Потому что нужна действительно генеральная уборка, на оборудовании не должно быть крошек, пыли, и само оборудование в некоторых школах оставляет желать лучшего. При последней проверке, посетив одну из школ Вознесеновского района, мы увидели в холодильнике дрожжи, которые были просрочены ровно на пять дней. Они имели неприятный запах, они были запечатаны, но они хранились в холодильнике в пищеблоке, чего просто по определению не должно было быть. Кто принял эти дрожжи с истекающим сроком хранения и почему они находились в холодильнике на кухне школы, до сих пор остается загадкой. Мы будем инициировать расследование по этой ситуации. Других дрожжей на кухне мы не увидели, не обнаружили. И эти дрожжи использовались в булочке и в хлеб, которые пекут сами же организаторы питания на кухне. Еще один очень интересный факт по школам, непосредственно по школам. Организатор питания Вознесеновского района, он поставляет овощи уже очищенные, и мясо, оно уже идет полуфабрикатом. То есть это не цельный кусок говядины или филе, который герметично упакован, а это уже кусками нарезанное мясо, которое привозится в контейнерах. Опять же, в каких контейнерах оно привозится, и разрешение на сортировку этого мяса, все еще остается для нас на сегодня вопросом. И наша цель совместно с родителями, которые оплачивают в детских садах 60% от стоимости питания, сделать реальную картину происходящего на сегодняшний день всего того, что мы видим. Чтобы родители тоже контролировали вместе с нами качество поставляемых продуктов питания, чистоту пищеблока, чтобы это было инициативой какой-то более сгруппированной, оформленной, чтобы нас информировали о той ситуации, которая складывается. Потому что, когда идут проверки, качество продуктов питания является хорошим. Когда этих проверок нет, не вернется ли опять все, как было до этого. Но сегодня мы должны стремиться, чтобы все это было как положено, реализовано, как в детских садах, так и в школах. Также при проверках детских садиков и школьных учреждений было установлено, что рыба заморозки еще 2014 года. То есть уже два года, как она в заморозке лежит, такое ощущение, что это стратегический какой-то запас и больше является на случай войны, а не для детей. Что я хотел отметить. Также сложилась такая ситуация, когда мы обговаривали с заведующими детских садиков по временной поставке продуктов. Происходит, что та фирма, которая выгла тендер, чтобы сэкономить деньги обратно на здоровье детей, то есть они видят объект детей, детские садики, то есть школы детей, школьников, как объект наживы. Поэтому они начинают экономить на всем. То есть они транспортные средства закладывают. Одно транспортное средство, которое развозят, извиняюсь, к 6 утра и успевают до 11, когда надо это все сделать к 8 часам, чтобы кухня уже заработала и готовили детям завтраки, готовились к обеду. Соответственно, когда привозят некачественный продукт для приготовления тех же обедов, завтраков, у детских садиков нет уже времени на замену этих продуктов, так как было сказано, что в течение часа они должны поменять. Но если в 8 часов приехал автомобиль, соответственно, там еще можно успеть поменять, я так надеюсь. Но если он приехал в 11, то дети остаются без обеда и, соответственно, без полудника, потому что временные трески сжимают эту возможность работы. Почему это сделано? Я еще раз повторюсь, потому что это нажива. То есть экономия на топливе, на ресурсах водителей и, соответственно, этой фирмы. Один из садиков Каммарского района, 285-й, который мы провели, он в этой всей системе даже приятно удивил. То есть дети были хорошо накормлены, мы видели непосредственно, что им наливается в тарелки. Вся посуда была с нержавейки, но это, наверное, на данный момент, к сожалению, исключение. С моей точки зрения, я считаю, что родители также должны принять активное участие, знать и видеть, чем кормят их детей. То есть они одни из первых должны заботиться о здоровье своих детей. Поэтому я также призываю и родителей не быть равнодушными к здоровью своими детей. Потому что сам подход от наживы, он превращает все, скажем, не в человеческое состояние. Потому что если мы на питании, на чем-то другом, начинаем, я не скажу это слово, обворовывать своих же детей, мы выращиваем такое поколение, которое тоже, к сожалению, часть из них становится ворами. Поэтому контроль городской власти должен быть усилен. Потому что люди, которые принимают решения на комиссии тендерных комитетов, кто становится, то есть они выявляют, не выявляют, а утверждают, что являются победителем тендера, соответственно, они точно так же несут ответственность за тех, кого они дозволили кормить наших детей. Мне кажется, что громада, то есть мы как громада, мы как депутаты, вы как громада, должны сделать все, чтобы чиновники несли политическую ответственность за то, что происходит в их ведомстве. Наша исполнительная власть, она должна, прежде всего, понять, что она власть от народа для народа. То есть мы как депутаты делегировали свои полномочия членами исполкома. Мэр, он избран громадой. То есть он не должен покрывать таких чиновников. То есть мы должны привыкнуть к тому, что, чтобы не произошло в Орде, в каком-то направлении, в любом департаменте, они должны за это отвечать. За это мы им платим зарплату, они за это будут получать хорошую пенсию как услужащие и так дальше. Но они должны нести политическую ответственность. ОВС Кират, телеканал «Запорожье». У меня вопрос к вам, Олег Борисович. Не привозят вовремя машины продукты, то есть а толку тогда от этих бракиражных комиссий, если они, ну да, не проверят продукцию в 11 часов, и то есть через час поступит продукция новая, или как тогда это делается? По моему мнению, эти бракиражные комиссии также должны отметить, в какое время привозится продукт. То есть я считаю, что это может стать в нескольких районах одновременно, и посмотреть, в какое время, в какие детские заведения школьные подвозятся продукты. То есть сделать, знаете, как хренометраж времени, и установить конкретные временные поставки в какую школу. То есть написать прямо график, составить и подписать доп. соглашение. Тогда согласно, когда будет составлен график доставки продуктов, обратно это будет являться нарушением, и, возможно, возможностью разорвать с этим поставщиком договор и объявить новый тендер. Сказали, что новые договора предусмотрена система штрафов. Меня интересуют размеры этих штрафов. Какой вообще механизм будет их действие? То есть кто должен обращаться, куда? Система штрафов, она более детально прописана в зависимости от нарушения, через сколько заменили какой-либо продукт. Очень важный вопрос на сегодня. С одним из поставщиков, это украинская торговая компания номер один, разорван договор по поставке сливочного масла в дошкольные учреждения. Потому что департамент образования провел лабораторное исследование, экспертизу этого масла, и в этом масле найдены растительные жиры, которых не должно быть в сливочном масле. Вот у меня тоже возникает вопрос, почему поставщик не был оштрафован, и кто ответит за здоровье детей по превышенным бактериям в этом спреде и по растительным жирам. И на сегодня я хочу задать вопрос на рабочей комиссии по фактам, выложенных в СМИ, в которую я вошла. Эта комиссия создана, рабочая группа создана по распоряжению городского головы, и она будет проверять факты, выложенные в СМИ о некачественных продуктах питания. Я, в свою очередь, выезжаю с инициативной группой депутатов и тоже смотрю продукты, которые завозятся. Общаюсь с заведующими детских садов и школ. На следующем заседании нашей рабочей группы я задам вопрос заместителю мэра, какие штрафные санкции были применены непосредственно к поставщику, который привозил такое масло. Юлия Туник, информагентство «Репортер Юэй». У меня вопрос, наверное, ко всем присутствующим. Скажите, пожалуйста, поступали жалобы в редакцию о том, что по поводу тех же бракиражных комиссий, что некоторые родители пытались участвовать в проверке продуктов, но их просто не допускали даже в детские сады и школы. Есть ли какое-то положение, документ, который дает такое право родителям, и, может быть, они могут просто предъявить его и зайти в это здание, в школу, в детский сад? Как поступать? Если это родители, у которых имеется на руках медицинская книжка, они должны подойти к директору этого учебного заведения и попросить включить их в эту комиссию. Если им будет отказано, они могут обращаться как лично к каждому из нас, как к депутату, так и на комиссию по вопросам образования. Мы обязательно разберемся, сколько человек сходит в бракиражную комиссию, кто из них родительский актив, и почему какого-то из родителей просто не включают. А лучше делать письменное заявление на заведующую детского сада или директора школы и получать письменный ответ, аргументированный. Почему конкретно непосредственно этого родителя отказываются включить в бракиражную комиссию? Если нет санитарной книжки, то на кухню правильно, если не допустят, но все остальное он имеет право просмотреть. Даже, извиняюсь, в каких кастрюлях это все варилось. Это не есть такая прямо тайна. Это даже, наверное, обязанность родителей, если он ответственный, родитель за свою ребенка. Потому что у нас получились такие интересные ситуации. Питание одинаково стоит у всех, все одинаково платят в садик 60% за питание, но уровень разный. И поэтому это зависит как от заведующей, так и от родителей, как, знаете, говорят, как они контролируют руководство, так руководство относится к своему обязанностям. Прошлый заступник мера говорил, что бракиражные комиссии могут решить 70% проблем. Насколько реально они имеют влияние бракиражной комиссии на качество продукции, на сколько они могут контролировать ее. И если есть проблема неакисных продуктов, то почему они приймали и готовили неакисные продукты, это их какая-то безответственность. И они не могут выяснить, насколько качественная продукция. Ну и насколько они могут иметь влияние на контроль продукции. Когда бракиражная комиссия, она принимает продукты питания, она может на 100% повлиять на приемку этих продуктов питания. Если это овощи и фрукты, по ним прекрасно видно их состояние. Если это сливочное масло, колбасы, сосиски, мясо, то они обязательно должны проверить срок хранения. И когда этот срок хранения заканчивается, как получилось в одной из последних проверок, когда принимали дрожжи, бракиражная комиссия работала в этой школе. И она должна была бы видеть, что вот срок уже истекает. И они должны были просто не принять эти дрожжи в тот день. Но получается, первое, это халатное отношение членов бракиражной комиссии, когда такие продукты все-таки попадают в детские шлисады в школу, и от этого страдают абсолютно все дети. Второе, невозможность определить сразу, масло это или спрет, сыр это или сырный продукт. Ни один нормальный человек сразу на глаз не определит или не скажет, это то или другое. Нужно подтверждение, нужна лабораторная экспертиза. На сессию Горсовета вынесен такой проект решения, изменения в программу образования, в котором предусмотрено из городского бюджета 199 тысяч на проведение лабораторных экспертиз по продуктам питания. Стандартизация и метрология с ними будет заключаться. Контракт на проведение этих экспертиз и как раз бракиражная комиссия, которая будет сомневаться в качестве, в качественном составе какого-либо из продуктов, имеет право вызвать стандартизацию и метрологию, вызов специалистов. Специалисты выезжают в дошкольное учреждение либо в школу, делают отбор, как положено, сколько нужно по граммам, по какому срезу нужно делать отрез, и уже везется это все в лабораторию, проводятся лабораторные исследования. То есть бракиражная комиссия, на самом деле, участвующая при приемке продуктов, она может абсолютно все. Вы входите в разные постоянные депутатские комиссии. Почему именно люди из разных комиссий, они из профильной решили этим заняться? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы вот уже какое-то время, там, две недели или три недели проводите эти проверки. Сколько вы еще их будете проводить? И какой потом результат, перспектива? К чему вы хотите прийти? Дело в том, что из профильной комиссии депутаты, они тоже выезжают на эти проверки. Мы выезжаем большим количеством депутатов. Кто-то не может в определенный день. Выезжают депутаты из других комиссий. Мы все неравнодушны к сложившейся ситуации. У нас у всех есть дети, и мы хотим, чтобы нормой была поставка качественных продуктов, как в детские сады и в школы. Поэтому в этом мы едины, вне зависимости от партии, фракции, либо же, кто к какой комиссии относится. Выезжаем большинством, в принципе, депутатского состава. И по поводу проверок за последнее время, мы их делали часто и будем делать часто. И пока мы не увидим, что все стабилизировалось в норме, и продукты завозятся исключительно качественные, и мы будем контролировать все поставки продуктов питания и условия хранения этих продуктов питания, и ситуацию на пищеблоках, в дошкольных учреждениях и школах. Я думаю, до конца 2016 года мы однозначно не перестанем выезжать на такие проверки. Вы называли много продуктов питания, которые низкого качества. Это от одного победителя тендера или от нескольких победителей? И что с ними дальше будет? Разорвать договор или как вообще? Ну, на сегодня по сливочному маслу договор расторгнут. Это даже не вопрос одной компании-поставщика. Есть большие вопросы к украинской торговой компании номер один. Они же поставляют мясную продукцию, сосиски, опять же, от которых уже отказались все сады и школы города из-за их сомнительного качества. И это молоко, творог, сыр. Есть также компании, которые поставляют овощи и фрукты. Там тоже как бы порядка не было. И привозили и проросший картофель, и проросший лук. И яблоки должны быть по договору не совсем мизерные, а нормального размера. То есть, если это яблоки в детском саду, ребенку надо что-то есть, а не один огрызок, который он увидит от этого яблока. И рыба, которая, опять же, маленькая по размеру. Ну, то есть, от разных поставщиков мы видели какие-то некрасивые фрагменты их поставок. Правильно ли я поняла, что депутаты будут контролировать до тех пор, пока поставщикам, ну, как бы не войдет в норму, предоставлять качественные фрагменты? Да, пока мы не увидим. И причем, чтобы это было на постоянной основе, а не во время проверок. Мы, одна из последних выездных таких проверок, увидели, что в школу поставщик, организатор питания привез сосиски довольно хорошего качества. Это был производитель «Мясная весна». В одной из школ нам очень не понравились поставляемые ими продукты питания. И когда мы поехали в другую школу, где тот же организатор питания, я, честно говоря, была приятно удивлена сосисками такого качества. Это хороший производитель. Вот, и я им даже сделала комплимент, что вы действительно стараетесь уже работать лучше. Почему эти сосиски не поставлялись до наших проверок? Будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за четкие, подробные, исчерпывающие ответы. А вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в нашем муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова